Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Наш первый февральский обзор крипторынка начнем с хороших новостей. Несмотря на массовые неудачи, выпавшие на долю криптоиндустрии в 2022 году, биткоин получил оценку одного из самых эффективных активов в мире. Такие выводы содержатся в самом свежем отчете Goldman Sachs. К слову, ранее банковский гигант был большим критиком главной цифровой монеты, так что такое признание тем более ценно. Банк HSBC, один из крупнейших финансовых конгломератов в мире, опубликал в начале этого года вакансии для профильных специалистов, которые будут работать с крипторынком. Примечательно, что еще в 2021 году компания блокировала переводы своих клиентов на счета криптобирж. Представители банка объясняли эти действия тем, что криптовалюты недостаточно прозрачны, как финансовые инструменты, поэтому несут большие риски. Тем не менее, уже через год, в марте 2022 года, конгломерат прикупил участок виртуальной земли на контент-платформе The Sandbox, а еще спустя пару месяцев зарегистрировал торговую марку для NFT и метавселенной. А в Goldman Sachs поверили в биткоин несколько раньше и начали учитывать его как актив в своих отчетах с 2021 года. Затем в компании запустили ряд криптоуслуг для клиентов, так как интерес инвесторов к цифровому золоту возрастал. Отчет аналитиков банка показал, что после жесткого 2022 года общая доходность биткоина составила 27% при коэффициенте риска 3.1. Другие активы в этом плане сильно отстают от главной цифры. В конечном итоге биткоин превзошел индексы фондового рынка S&P, NASDAQ, тоже золото и недвижимость. Более того, главная криптовалюта обогнала подоходности индексы развивающихся и развитых мировых рынков, десятилетние казначейские облигации США, а также ряд секторов, в том числе IT, технологии, энергетику, нефть, финансы, строительство, здравоохранение и многие другие. Главной причиной тяжелого положения рынка в 2022 году стали действия Федрезерва США и других ведущих центробанков. В борьбе с горячей инфляцией агрессивные повышения ключевой ставки привели к оттоку ликвидности из рисковых активов, в том числе криптовалют. Кстати, это, в свою очередь, обнажило и другую проблему – несостоятельность целого ряда криптопроектов. Большинство из них уже покинули рынок или проходят процедуру банкротства. А руководители некоторых бидж, таких как FTX и BitZlat, арестованы сразу по нескольким обвинениям. К теме воровства и обмана мы еще вернемся в нашей рубрике «Криптофишка». А пока давайте посмотрим, как решение ФРС США по ставке и комментарии главы ведомства Джерома Паула повлияли на инвесторов. Собственно, сам уровень повышения на четверть пункта рынками уже был заложен в цены и отработан, но Центробанк США на этом повышении не остановится. «Нам потребуется значительно больше доказательств того, что инфляция снижается, чтобы быть уверенным в том, что она возвращается к цели», – сказал глава регулятора на пресс-конференции. Тем временем целый ряд экономистов считают, что после марта Федрезерв может взять паузу, и тогда спрос на рисковые активы усилится, особенно в условиях еще относительно высокой инфляции. Так что 2023 год обещает стать для криптовалют периодом подъема. Ведь только в январе цена биткоина выросла на 40% и показала лучшее начало года за 10 лет. Причем восстановиться ему после обвала, вызванного коллапсом FTX помогли сразу несколько бычьих катализаторов. Отмечено также, что всплеск цены главной цифры к уровню 23 000 долларов произошел без социального обсуждения этого актива среди участников рынка. Как правило, это служит признаком того, что цена коина, по их мнению, все еще может вырасти. В такие периоды вокруг торгов шума в соцсетях создается очень мало, наступает период тишины, а в это время индекс страха и жадности для криптовалют всю неделю держался в зоне жадности 50.74 и сегодня подошел к отметке 68. Чем выше индекс, тем сильнее бычье настроение на рынке. То есть неделю с 26 января биткоин начал на пике 23 588, с которого утром следующего дня упал к минимальной цене недели 22 644. А вот максимум недели до и всего января биткоин показал в четверг вечером, когда подскочил в цене до уровня 23 897. В ответ 30 января сеть отметила историческую фиксацию прибыли. Этот всплеск продаж привел к немедленной коррекции цены в области отметки 22 670. Затем главная криптовалюта снова перешла к умеренному росту, но торговалась очень волатильно. После решения Центробанка США о поставке и комментариях главы ведомства курс доллара ушел в пике к ценовой линии 101, а биткоин снова резко подскочил. Однако своим ростом биткоин может снова завести себя в ту же ловушку. Еще неизвестно, куда пойдет цена, когда трейдеры снова начнут фиксировать прибыли. Как видим, за несколько часов после решения ФРС США по ставке биткоин успел побывать на новой высоте 24 207, однако затем под давлением распродаж перешел к консолидации в области цены 23 868 коинов за доллар США. Вслед за первой криптовалютой растет и эфир. За месяц он укрепился в цене более чем на треть с 1217 до 1622 долларов. Ранее в январе эфир уже пытался пробить отметку в 1688 и, возможно, эта высота покорится ему уже в ближайшие дни. В среду сразу после выхода решения ФРС по ставке эфир ускорился с низкого старта на отметке 1560 и поднялся почти отвесно по графику на высоту 1635. Не будем забывать также, что монеты эфира со временем становятся более дефицитными и за счет этого также растут в цене. Например, только в январе предложение токенов в сети сократилось на сумму 16 млн долларов. Дефляция происходит за счет изъятия части монет из обращения и их так называемого сжигания, то есть количество монет постоянно сокращается. С другой стороны, обещанный разработчиками платформы ввод в марте обновления в Шанхай криптосообщество ожидает с некоторой опаской. Когда наконец станет доступен вывод заблокированных на стейкинге монет, возможно, большое количество валидаторов захотят одновременно вывести свои активы, и это может негативно сказаться на цене эфира. К слову, при переезде эфира на алгоритм стейкинга была заявлена еще одна цель, а именно перевод его из статуса цифровой валюты в ценную бумагу. В случае успеха регулятора в данном направлении крупнейшие криптобиржи, вероятно, откажутся от поддержки таких монет. Если же общего рейтинга исключить стейблкоины и другие монеты на алгоритме Proof of Stake, то на третье место в рейтинге выйдет Litecoin. Напомню, что эта криптомонета была создана в 2011 году с целью проведения более быстрых и дешевых транзакций, чем у биткоина. Ее точно также нужно майнить. Эмиссии ограничены технически, а вознаграждение за добычу блока регулярно сокращается. При этом блоки в сети Litecoin создаются в 4 раза быстрее, чем у биткоина, а скорость транзакций превышает в отношении 1 к 8. То есть, если биткоин называют золотом, то Litecoin – это серебро. А для серебра монета выглядит недооцененной. А аргументы для потенциального ралли в 2023 году у нее есть. К концу среды Litecoin подрос до отметки 97,9 доллара США, но это только начало. Дело в том, что в этом году, ориентировочно 3 августа, в сети Litecoin будет произведен халвинг. То есть, вознаграждение за добычу блока сократится вдвое, что в долгосрочной перспективе приведет к дальнейшему росту цены этих цифровых монет. Если в начале нового 2023 года биткоин и компания Stabilcoin праздновали рост, то активность хакеров и мошенников в январе, наоборот, упала на 93%. Как сообщила в своей сводке аналитическая компания PexShield Alert, за месяц в криптосфере произошло всего лишь 24 эффективных атаки и общий ущерб, который составил 8,8 млн долларов США. Это на 68% меньше по сравнению с декабрем на 92,7 с январем 2022. Чем обусловлен такой спад, неизвестно. Впрочем, ждать спокойного тихого года точно не стоит. Активность взломщиков остается довольно высокой, а вот программы вымогателей, похоже, все менее результативны, поскольку жертвы попросту отказываются платить. Всего потери криптовалютных компаний в результате взломов в прошлом году выросли до 3,7 млрд долларов или на 58% больше, чем годом ранее. В основном жертвами взлома в 2022 году становились децентрализованные финансовые проекты. Многие фирмы приняли на вооружение эту статистику и начали более серьезно относиться к кибербезопасности. На взлом пришлось более 95% всех краж криптовалюты. Остальные потери связаны с мошенничествами и аферами. Например, согласно ревизии деятельности обанкротившейся Celsius, в этой криптовалютно-кредитной компании годами использовали депозиты клиентов для обслуживания запросов на вывод других пользователей. С клиентских денег финансировались операционные расходы и бонусы сотрудников, а также тратили эти средства для заполнения пробелов в своем балансе начиная с 2020 года. Ко всему прочему, майнинговое подразделение Celsius задолжало более 23 млн долларов налогов в США и около 3,7 млн в Великобритании. Руководство другой криптобиржи BitSlat обвиняется в отмывании денег, сотрудничестве с маркетплейсом наркотиков HydroMarket и ряде других преступлений. Один из основателей биржи арестован, на активы наложен арест. А в совместной операции были задействованы власти многих стран из Америки, Европы и Азии. Лучший выход из такой ситуации – это вовсе не попадать на уловки мошенников. Серые схемы и черные ходы ведут вовсе не к свету. И мы с вами в этом уже не раз убеждались. Получайте правильную информацию и торгуйте с прибылью. А команда ИнстаФорекс ТВ продолжит снабжать вас актуальными новостями и аналитикой. Встречаемся через неделю.